Восстание Спартака. Почему красно-белые лидируют в западной конференции? Позади треть турнирной дистанции регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, а впереди всех в западной конференции вовсе не записные фавориты. Не действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА, не самопровозглашенный гегемон КХЛСКА, не амбициозный Ярославский локомотив, а весьма скромный по финансовым возможностям Спартак, платежная ведомость которого едва превышает 500 миллионов рублей, при потолке зарплат в 900 миллионов. Команда в прошлом сезоне пролетевшая мимо плей-офф и сменившая трех тренеров. Не помните, когда Спартак лидировал? Поинтересовался ведущей студии на телевидении КХЛ у популярного эксперта Леонида Вайсфельда, к слову, выпускника спартаковской хоккейной школы. Когда Каррера тренировал? Вернул шутку специалист. Напомним, итальянский тренер Массимо Каррера привел футбольный Спартак к чемпионству в 2017 году, сменив по ходу сезона Дмитрия Оленичева. До этого красно-белые не поднимались на верхнюю ступень подиума 16 лет. Хоккеисты Спартака в постсоветской истории были в медалях единожды – в 1992. Тот чемпионат стартовал в Советском Союзе, а завершился после его распада. Красно-белые под руководством легенды Александра Якушева завоевали бронзу. С той поры Спартак дважды покидал элитный дивизион, один сезон в КХЛ пропустил из-за дефолта, при этом решал скромную задачу – боролся за путевку в плей-офф с переменным успехом. Теперь даже самые ярые пессимисты не ставят под сомнение участия Спартака в розыгрыше Кубка Гагарина. Настолько уверенно прошла команда треть дистанции, несмотря на фальстарт. Домашнее поражение от китайского Кунь-Луня и Адмирала с шестью пропущенными шайбами в каждом из этих матчей. Однако потом красно-белые реабилитировались, в сухую обыграв в Санкт-Петербурге СКА 3-0, а потом на своей домашней арене Мегаспорт и ЦСКА 5-3. Да и на парке легенд спартаковцы дали бой чемпионам. Забили в первом периоде две шайбы, но все-таки уступили 2-3 на последних секундах овертайма. Октябрь для Спартака воистину стал красным. До выезда на Дальний Восток москвичи выдали серию из семи побед. Они впереди всей лиги по заброшенным шайбам. Как говорят в таких случаях, и сами играют, и соперникам дают. В бомбардирской гонке чемпионата на первых трех строчках прописались спартаковцы Николай Голдобин, Павел Порядин, Иван Морозов. Подобного не было даже в эпоху знаменитых Старшинова и братьев Майоровых, Якушева, Шадрина, Зимина, Мартынюка, Шалимова, Капустина, Шепелева, Кожевникова, Прохорова, Болдина, Борщевского. Понятно, что для большинства зрителей перечисление знаковых для красно-белых цветов фамилий – это что-то на легендарном. Но ведь реально же на наших глазах формируется история клуба. А ведь накануне старта чемпионата Спартак отдал в амур своего воспитанника, главного бомбардира и самого высокооплачиваемого игрока – Александра Хохлачева. На прощание с родным клубом он громко хлопнул дверью, забив победный гол в финале представительного турнира на Кубок мэра Москвы в ворота ЦСКА. Болельщиков красно-белых шокировал этот странный обмен. В Хабаровске Хохлачев пока ищет свои голы, попутно прыгая по крыше чужого автомобиля. В это время его бывшая команда штампует заброшенные шайбы. Пропускают спартаковцы тоже немало, что, впрочем, укладывается в игровую концепцию красно-белых. Во второй половине 60-х и в 70-е Спартак по праву считался наиболее зрелищной командой в Советском Союзе. Куражистой, заводной, способной отыграть фору даже в четыре шайбы у самых именитых соперников, включая законодателя хоккейной моды и базовый клуб сборной ЦСКА. Так в чем причина вертикального взлета Спартака, прыгнувшего из грязи в князи? Эксперты сходятся во мнении, что благодаря правильному выбору тренерского штаба. Красно-белых возглавил Алексей Жамнов. Он и раньше в трудные для них моменты вставал на лавку, занимая при этом пост генерального менеджера клуба. Этот сезон для тренера Жамнова первый полноценный в роли главкома, начиная с предсезонной подготовки со всеми ее прелестями. Жамнов – плоть от плоти Динамовской, один из ярчайших российских центр-форвардов в лихие 90-е. В отличие от своего нового помощника и тезки Ковалева он кубок Стэнли над головой не поднимал. Зато на двух больших олимпиадах выходил в первом звене. В Нагана с русской ракетой и Каменским, в Солт-Лейк-Сити с братьями Буре, завоевав серебро и бронзу. А на своей первой олимпиаде в Альбервилле стал чемпионом вместе с Ковалевым. Так что авторитета в глазах команды им не занимать. Жамнова уже сравнивают с легендой Всеволодом Бобровым, который в 1964 возглавил Спартак и через три года отпраздновал с ним чемпионство. Скинув с трона непобедимый тогда ЦСКА Анатолия Тарасова, играя против главного конкурента с позиции силы, Бобров до прихода в Спартак в хоккее тренером не работал. Жамнов же прошел школу в сборной. На Кубке мира 2016 года Овечкин и его партнеры отмечали грамотный коучинг Жамнова, помогавшего Олегу Знарку. А в финале Олимпиады в Корее два года спустя против в сборной Германии именно Жамнов предложил на последних минутах выпустить в меньшинстве трех форвардов Гусева, Капризова и Каблукова. Благодаря этому ходу Гусев забил спасительный гол, затащил почти проигранный матч в овертайм, в котором Капризов принес вожделенную победу. Жамнова, как и Боброва, отличает утонченный вкус на талантливых игроков. Именно Всеволод Михайлович пригласил в команду будущих чемпионов, защитника Блинова, нападающих Зимина, Шадрина, Мартынюка. В его творческой лаборатории расцвел Якушев, ныне член зала хоккейной славы в Торонто, а также вратарь Зингер. Если Бобров возглавил команду призера, то Жамнову досталось незавидное наследство. К тому же в тренерский огород его предшественников залезали влиятельные кураторы из попечительского совета клуба. Давая согласие тренировать Спартак, Жамнов поставил условие невмешательства. В штабе красно-белых есть человек, способный одним взглядом поставить на место зарвавшегося игрока. Если технари Жамнов и Ковалев отвечают за атаку, то обороной занимается бывший защитник с солидным стажем в НХЛ Игорь Уланов, авторитетов не признававший. Все они играли в российской Dream Team первого созыва на Кубке мира 96-го года. Приглашать в команду мегазвезд КХЛ с их запредельными запросами Спартаку не по бюджету. Клуб даже не смог удержать Хохлачева, предложив ему зарплату больше 50 миллионов рублей. Жамнов позвал тех, кто подходит под его концепцию. Форварду-технарю Голдобину в начале октября исполнилось 28 лет. Он не смог раскрыться в ЦСКА у Игоря Никитина, да и в Металлурге у Ильи Воробьева стабильностью не отличался, то вспыхивая, то уходя в тень. В финале плей-офф с ЦСКА сражался отчаянно, но не помог магнитке завоевать кубок Гагарина. Совсем недавно про Голдобина говорили, сильнее любит себя в хоккее, а не хоккей в себе. В Спартаке он превратился в одного из лучших, если не лучшего нападающего лиги, способного первенствовать в бомбардирской гонке чемпионата. Ныне он впереди всех как по голам, в полном соответствии со своей фамилией Голдобин, так и по передачам. Однако в одиночку Николай вряд ли бы сподобился на прорыв. Несколько лет назад Голди Хоу был героем выпуска нашего канала на Ютуб. Посмотрите, там есть ответы на многие вопросы. Жамнов нашел для Голдобина идеальную химию. На роль первого центра пригласил 23-летнего Ивана Морозова, форварда креативного, но одностороннего, чурающегося черновой работы. Это Шадрин умело почищал сзади за Якушевым, развязывая ему руки. Морозов не из таких. На чемпионате мира 2021 года в Риге его недоработка в обороне стоила нашей сборной решающего гола в овертайме четвертьфинала с канадцами. Несколько лет назад в СКА много говорили о молодежном звене Подколзин, Морозов, Марченко. Даже сравнивали со звездной тройкой могильный Федоров Буре. Подколзин и Марченко теперь пробиваются в НХЛ, а Морозов угодил в черную полосу. Его забанили в Санкт-Петербурге. Похоже, в Спартаке ему удалось перезапустить карьеру. Мотором ударного звена красно-белых стал Павел Порядин, в прошлом сезоне лидер нефтехимика. Ему уже 27. Скорее всего, он засиделся на мелкой работе, перерос клуб из Нижнекамска. Его приглашали в Акбарс, однако переход не состоялся. Возможно, это и к лучшему. В Спартаке Порядин в большом порядке. В отличие от своих партнеров по звену, Павел способен выгрызать нейтральные шайбы. Как в последнем дерби с ЦСКА, когда он буквально свалил на лед неуступчивого Владислава Каменева и начал голевую атаку, которую завершил Голдобин. В этом сезоне тройка Голдобин-Морозов-Порядин на троих уже забросила 32 шайбы за 22 матча. Спартак показал отличный результат в стартовом отрезке чемпионата. А для всех болельщиков мы проводим совместный конкурс, где каждый может принять участие и выиграть джерси с автографами всей команды. По ссылке в описании переходи в наш телеграм-канал, выполняй условия и участвуй в розыгрыше. В медальные для Спартака сезоны красно-белые славились ударным звеном. Братья Майоровы-Старшинов, Зимин Шадрин-Якушев, Шалимов-Шепелев-Капустин, Борщевский-Болдин-Прохоров. Этот список может продолжить тройка Морозова. Лидеров готова поддержать линия цыплаков-локтеонов-Принц. Пробивной Максим Цыплаков из хоккейной династии после блеклого прошлого сезона сделал два шага вперед. Центр-форвард Локтеонов с юности, проведенной в Воскресенске, котировался как первоклассный плеймейкер. Его выделял сам профессор Игорь Ларионов. На чемпионате мира 2014 года в Минске Локтеонову хватило одной смены, чтобы завоевать золотую медаль. Травма, полученная в стартовом матче против сборной Швейцарии, вывела его из строя. Ему не удалось выпить шампанского из Кубка Гагарина с ЦСКА. В финале армейцы уступили авангарду, а Локтеонов стал одним из антигероев той серии. Канадец с белорусским хоккейным гражданством Шейн Принц решала во втором звене. В прошлом сезоне он наколотил 17 шайб в красно-белой форме, а его личный рекорд установлен в Минском Динамо два года назад 25 голов. Такой же результативности ждут от Принца сейчас. За лидерами тянутся пока еще числящиеся в перспективных нападающие Илья Талалуев, Герман Рубцов, Матвей Заседа. Помочь им призваны опытные Галимов и чемпион мира Бурмистров. Счастье красно-белые ищут у чужих ворот. Нападающие не так активно помогают обороне. На защитников и вратарей ложится повышенная нагрузка. Пока словацкий голкипер Патрик Рыбор справляется. Особенно ему удались матчи против армейцев московских и питерских. В Санкт-Петербурге он сохранил ворота на замке, справившись с 35 бросками. Дублеры Рыбора, Андрей Кореев и его тезка Скавронский появляются на льду эпизодически. Словак любит играть много и без замен. Защитники держат его в игровом тонусе. После ухода Хохлачева капитанская нашивка вернулась на джерси Дмитрия Вишневского. Ко двору пришлись 31-летний словак Михаил Чайковский, Роман Рукавишников, а также Егор Зайцев, от которого отказалась московская Динамо. Уже в октябре Спартак вернул 24-летнего американца Джозефа Кина. Пока он в минусах, вспоминает прежнюю игру, которая отличала его в прошлом сезоне. 20-летний Егор Савиков компенсирует недостаток габаритов скоростью, чтением игры и нестандартными решениями. В прошлом сезоне он забил самому ЦСКА, пусть и с помощью рикошета от чужой клюшки. А в овертайме того матча мог принести красно-белым победу, если бы решился на бросок из своей зоны по пустым воротам. Вместо гола получился обрез и обидное поражение. Куда решительнее оказался 19-летний Даниил Орлов. Причем в свежем дерби с чемпионом. Когда армейцы начали догонять Спартак, юниор совершил рейд в чужую зону и отменным кистевым броском заставил капитулировать лучшего вратаря позапрошлого сезона Ивана Федотова. Этот гол снял вопрос о победителе. Глядя на турнирные успехи Спартака, не жалеет ли о переходе в СКА защитник Александр Никишин? Как известно, перед прошлым сезоном вице-чемпиона Олимпийского Пекина обменяли из Спартака на 9 игроков и компенсацию в 50 миллионов рублей. Закрепиться в составе красно-белых удалось только Морозову и Рубцову. Штаб Жамнова прилагает усилия, чтобы вернуть из-за океана габаритного форварда Михаила Мальцева, участника сделки с Никишиным. Лос-Анджелес поместил Мальцева на драфт отказов. Еще в начале октября форвард не горел желанием примерять красно-белую форму, имея жирные предложения клубов олигархов КХЛ. Спартак требует за него 150 миллионов отступных. Теперь ситуация изменилась. Неужели Мальцев откажется усилить лидера западной конференции и замахнуться на Кубок Гагарина? А почему нет? Своё первое чемпионство Спартак отпраздновал в 1962 году, не считаясь претендентом даже на плохонькие медали. Совершив прыжок с шестого места на первое. Конечно, для решения максимальной задачи требуются игроки с богатым победным опытом. И такой на горизонте есть Илья Ковальчук, пока не объявивший о завершении карьеры. Он работал в штабе Жамнова на Олимпиаде в Пекине. Не тренером, а менеджером. Кови в долгу перед Спартаком. Карьеру он начинал в красно-белой форме. Но не в Суперлиге, а в высшей. Помог команде подняться в элиту и отправился в НХЛ. А возвращался не в Спартак, а в Акбарс. Химик, СКА и Авангард. С двумя последними командами брал главный трофей КХЛ. Болельщики Спартака приветствовали Ковальчука свистом. Если вернется, наверняка простят. С недавних времен красно-белая не фарм-клуб СКА. И могут в плей-офф не просто давать бой питерским армейцам, но и побеждать их. Причем не разово, как в розыгрыше Кубка Гагарина 2022 года, а в серии. Снял же с кубкового пробега в 2009-м Спартак Милоша Ржиги СКА Барри Смита. Трех матчей хватило. А год спустя красно-белые деклассировали в плей-офф московская «Динамо» Андрея Хомутова, лишив «Белоголубых» могущественного спонсора и тем самым поставив на грань банкротства. Спасло объединение с вице-чемпионом страны хоккейным клубом МВД. Объединенная «Динамо» под руководством Олега Знарка дважды подряд завоевала Кубок Гагарина. Вряд ли состав нынешнего «Спартака» жамного слабее того «Динамовского». И вопрос для обсуждения в комментариях повис в воздухе. Есть ли шансы у «Спартака» убрать всех фаворитов Запада? На данный момент так звучит главная интрига сезона. Версии в комменты!